господа съемка следующего дня радиатор я покрыл лаком итак господа был установлен уже радиатор с интеркуллером свежезапаянный заклеенный в общем все я собрал это вчера дело как как и хотел правда заснять чуть-чуть не получилось поменяла здесь место железки поставил шланг сейчас хочу проверить и сегодня немного прокатился вот в общем залил пока воду потому что у меня был коричневый антифриз и сейчас я хочу прогнать на воде с лимонной кислотой а потом все это дело уже поменять на хороший антифриз так смотрим что здесь у нас не трется вроде так здесь кабиной надо вниз значит сделать кабиной будет его немного под поменяем так снизу давайте посмотрим что у нас снизу течет ли где-то он или нет так там все сухо то все сухо единственно шипит опять где-то воздух козлищик где же шипит да где-то так шипит немного вот эта трубка сейчас я и буду наверно заниматься дальше здесь все сухо там все сухо в общем все прекрасно господа все чудно следующий день нашего дня это ремонт прицепа выяснилось вчера в общем что у нас раскручены так как оказалось подшипники ступицы задней прицепа далее было разобрано снято колесо этого прицепа вместе с барабаном в общем что обнаружены да ничего вот это тот подшипник вот так же и второй подшипник сейчас они помыты все хорошо отмыты сейчас мы их новый смазочкой смажем и поставим как бы все отлично все работает смазка здесь была единственная здесь просто расслаблена была гайка вот этой вот ступицы получается просто можно было потянуть ну так как я же получается парень то такой как вы все говорите дармовоз наездник там вот это вот и я естественно это все разобрал посмотрел видите грязи тут сколько много сейчас это все будет вычищаться это сейчас будет все промываться вот уже вот подшипники промылись сальник вот здесь такой непонятный ставится вот в общем непонятный пласт массовым как-то так вот одевается 1 его часть 2 и все и вот тем самым он обеспечивает закрывает грязь от подшипников что сказать еще по этим ступицам не знаю колодки в норме я сразу это все глянул ну обзор прицепа вам будет так что все вам показывать не буду единственный вот этот мелочный ремонт придется произвести собрать на место смазать новую смазку и наверное забыть по этому поводу и ездить дальше так что на этом наша съемочка обрывается мы начинаем приступать к работе занимаемся все делаем качественно натурально чтобы это все ездило очень долго дальше будут следующие ремонты и в общем все в этом плане так господа сегодня у нас рейс на годзилле помните кто-то видел его видео это это этот чудесный прелестный автомобиль со мной сегодня штурман александр везем груз везем груз фанеру я вам ее покажу очень много везем короче доски везем дерево как вот фанера как как арбуз транс туда арбуза обратно обратно дерево везем в общем короче я не знаю ни разу не ездил на годзилле поэтому это будет очень печально и больно наверно мы все-таки попробуем на нем прокатиться так не тратки вот все не травочка так все световые все горит с пол пиночка масло потухло что-то не холостых много слишком много 800 но я педаль обратно делаю не так скорость идут переключаются коробка камазовская с ручника снимаем задняя задняя где задняя задняя вот она задняя так сайт я доверяю тебе это дело потому что это очень опасная машина надо следить чик все можно поехать руль крутится очень хорошо тормоза чересчур шикарные портой говорю и пониженный где тут гнать до проехать 50 метров справа ты hein типа едем едем мы успели ладно мы не длинны я понимаю здесь был бы асфальт как на этом как нам гаде переключил на повышенный уже трое чего ворота не снести очень резкий тормоза у этого автомобиля ездить на нем ребята одно удовольствие правда очень больно включил вылетела что-то у тебя через сцепление включается не она не заключилась я включал почему вас так вот так вот долбасит я на нем ездил тоже только до королева будет резкий тормоз ты мне там проход то оставил там ну все приехали мы зажигание выключить хочу он тебя не заглохнет зажиганием все господа мы приехали так что это было коротенькое видео по тому как ездить на годзиллах пода эта часть у нас ролика идет про фары эта серия в общем вытащил я фару короче помните у меня после последнего дтп она немножко вот так вот пострадала сейчас вот все это буду я паять сюда еще мы установим новые ходовые огни в эти фары хочу есть у меня ходовые огни вот такие вот сейчас я вот как на вольвах попытаюсь сделать не знаю получится или нет но все-таки попытаюсь в общем будем это делать сейчас ребят все вы увидите фары извлечены вот они фары опять у меня вот эта вот штука вся разобралась в общем надо делать их по-человечески нормально чем я и пойду сейчас заниматься разбирать паять доделывать переделать в общем посмотрите получится у меня это или нет друзья разобрана уже фара ок фара правая пока что есть места где ее нужно паять вот эту часть запаять видите там внутри еще где линзу запаять надо стекло надо будет запаять тогда ничего это не делал в общем история такова по поводу в общем история такова вот эта часть у нас ложится вот так вот вот и специально купленные ходовые огни будут они вставляться вот эта часть у нас будет вставать вот так сюда стекло и под стекло есть специально купленный вот этот ходовой огонь лет называется будет он идти у нас вот отсюда сюда и заходить закругляться вот сюда правда он на 12 вольт придется их параллелить между собой но я думаю это будет не проблема на двухсторонний скотч вот это вот сюда так аккуратно ляжет закроется стекло ну что будет как в новых ел этих грузовиках да там вольво какие у ман аноманов нету таки нет камаз у камаза снизу есть ману тоже как можно вот так вот покажи как они будут округляться может вот так и мне кажется она плохо ломается она плохо ломать и очень аккуратно прям вообще аккуратно может и лучше атом проводов нету и вот так и вот так вот ну конечно так вот эта фара как она стоит на машине сейчас вот так и думаю да мы можем закруглить не обязательно мы будем резко ломать не сверху не со снизу и вот отсюда и вот сюда да то бишь вот у нас вот так стоит эта фара мы ее вот не идите эти фара щи светит нет ближний свет у них вообще отсюда ведь дальний хороший свет на а ближний свет потому что надо менять линзы линзы выгорели все уже поэтому на машине стоят уже противотуманные фары к 104 которые создают свет на это так на красоты ну вот еще будет ходовой огонь фара для красоты не ну фара как бы она для того чтобы она светила а здесь да а здесь пара за грязи от или в него света нет но это китай ждут стекла посмотреть что с ними вообще ну вот это хорошая вытащу боль мне эту флом надо и полировать кого и трещину тоже трещину запаять будет сейчас вот этих фар будет единственный короче будет дальний свет ближнего ну так для вино ходовой огонь да и дневной ходовой огонь все больше мне от этих пар я ничего не требую мне больше ничего не надо начинаем разборку сборку спайку распайку и в дальнейшем они стали все будет нам известно да это обеденный стол ну пофиг что-то мясо есть я идет уже склейка склейка фары произошла сейчас идет в клейка светодиодной ленты в общем смотрите пользуюсь вот таким вот китайским прибором клею китайскую склеил китайскую фару видите где было все сломано все проклеено сейчас все четко сейчас вклеиваю также вот эту всю конструкцию и буду вклеивать стекло на этот же жуткий гвоздь я думаю будет лучше чем на герметике продолжаем так все завершена одна фара полностью заклеена спаяна пропаяна в общем мы опускали и специальную квали в бора камеру где она сама заклеивалась вот при помощи вот этого чудного китайского устройства марка модель всем наверное известная брендовая вещь не на самом деле в общем все я жидким гвоздем здесь залил пролил конечно да встала она нечетко потому что идет погрешность вот этого самого диодного элемента но тем не менее все работает проверяли все четко сейчас остается будет ее немного потом почистить и можно уже заниматься второй частью будет как на volvo короче вот так вот светить чик чик так ну со второй у нас все проще и паять саму не надо она у нас такая вся целёхонько поэтому просто мы распаиваем стекло вот этот и ну пластмасс и все и принципе приступаем такой же процедуре а господа все готово диоды подключены все четко фары уже установлены в общем короче я огорчен вы сейчас тоже огорчитесь и поймете почему нельзя покупать детские диоды смотрим смотрим на это чудо чудо-юдо в общем вот так вот это все горит до косячно очень косячно потому что если подойти поближе видите вот вот раз не горит два три наполовину горят 4 до так бы они горели бы хорошо но капец вот такие китайские диоды ребята не берите берите хорошие дорогие эти я брал пол за 1000 рублей 2 2 ленточки вот вам результат сколько они вообще прогорят неизвестно но когда их подключил то бишь через некоторое время вот они начали поморгали некоторые и отключились такая ребята история печальная печально на самом деле история но не суть надеюсь что дальше я возьму хорошие диоды подключу их и будет все гуд как бы сейчас есть провода все прокинуто все сделано ладно будем ездить пока так с такими как будто двухгодовалыми уже диодами ну что сделать что сделать в общем смотрим дальше 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 у нас ремонт 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 что ремонт ремонт прицепа скоро ремонт прицепа но был сегодня маленький ремонт покажу все завтра темно чего я варил чего не варил сзади все горит все отлично по прицепы чуть позже ребята так что будет все все ясно